Под качели хотел пробежать быстро. Всегда получалось и 10 сантиметров не добежал. Это видео 2016 года из Братска. От удара качели с жестким подвесом 10-летний мальчик получил оскольчатый перелом позвоночника, ушиб спинного мозга и был парализован. Тогда в соцсетях и на местном ТВ был объявлен сбор средств на то, чтобы провести ребенку операцию в Испании. Смогли ли помочь Герману и поставили ли его на ноги, нам неизвестно. Факт в другом. Подобные истории происходят постоянно. Кому-то из ребятишек везет, и они отделываются легкими ушибами, другие становятся инвалидами. Поэтому в ноябре 2018 года в России был принят технический регламент о безопасности оборудования для детских игровых площадок, который, кроме всего прочего, запретил устанавливать и производить качели с жесткими элементами подвеса. Об этом начальнику Котловского УГХ Игорю Рогатых напомнила и Светлана Калинина, член центрального штаба ОНФ, которая приезжала в город неделю назад. Но поскольку на реализацию таких жестких мер обычно требуется время, был определен переходный период для полного вступления в силу техрегламента до 1 июня 2020 года. То есть, за эти два года, на наш взгляд, все муниципалитеты должны были поставить задачу по демонтажу имеющихся и запретить установку новых качелей-убийц. Где-то так и произошло. Но только не в Котласе, что и отметила проверяющая от Общероссийского народного фронта неделю назад. Их устанавливали и часть управляющих компаний в Аскотласе, их устанавливали и просто по другим программам бюджетного финансирования. И поэтому мы определение им написали, и в течение трех дней качели должны быть демонтированы. Но какие там три дня, помилуйте, Светлана Викторовна? Для исполнителя из Аскотловской администрации такие сроки запредельны и невыполнимы в принципе. Вот обещание, которое дал Игорь Рогатых после отъезда представителя центрального штаба ОНФ через местное ТВ. Сейчас мы подготавливаем информацию для управляющих компаний. На следующей неделе до среды подготовим, пригласим на совещание, проговорим, все методические рекомендации им направим. Дадим срок устранения дней 10-15, ну а дальше мы пойдем уже с контролем. Если работы не будут выполнены, значит будем обращаться либо в ГИЖИ, либо в прокуратуру. Итак, вчера должно было состояться совещание с управляющими компаниями. Им, Рогатых, по его же словам, дает в среднем две недели на демонтаж конструкции. То есть к 16 октября в наших дворах и на игровых площадках не должно остаться качели убийц. И мы это обязательно проверим, потому что пока их очень много. И уважаемые родители. Будьте внимательны. Если что, то законные качели должны быть либо на цепях, либо на гибких подвесах. Вот как эти. Светлана Дейнека, Юнона Вольф, КотНьюз.